как сделать участок эталонным в чем особенность развертывания бирюзов производства в той или иной отрасли каракури когда вы станете бирюзовыми самые главные цифры до 4 5 чемпионата мира роботизация рутинных операций экономический эффект порядка 50 миллионов рублей в год и все и сидим засаде ждем нас да и конечно же нужно помнить о пирамиде обучения всем привет меня зовут сергей лити я доктор бизнес администрирования эксперт по развитию производственных систем серии поговорим это несколько видео в рамках которого я рассуждаю на различные темы на которые меня подталкивает различные статьи какие-то истории которые вспоминаю своей жизни практики внедрения биржу производства теория ограничения систем проектного управления ну и так далее вы можете задать вопросы на которые бы вы хотели чтобы я высказался под этим видео есть комментарий напишите пожалуйста там любой вопрос я тоже на него отвечу в рамках серии поговорим пока мы не ушли слишком далеко я хотел бы попросить вас подписаться на канал поставить лайк этому видео написать комментарий под ним то что это очень важно для алгоритмов видео хостинга спасибо прежде чем приступить к рассмотрению тех статей которые прочитал у каких-то новостей в области развития производства систем я хотел бы подвести небольшой итог собственно трудового года вчера я закрыл этап проектом к там сейчас работаю и конечно горд после той команды с которой поработал и удивительно насколько огромный потенциал заложен в людях когда они наделяются полномочиями знаниями энергии иногда для того чтобы достигать каких-то целей которые они сами для себя ставят сейчас реализуют проект с одной не очень большой пока еще компания но с очень амбициозными целями задачи во главе которой стоит очень сильный системный лидер так вот там на производстве сейчас был такой этап который называется анализ и мы в течение полутора месяцев примерно полутора месяцев анализируют процессы производственные по двум потокам я был впечатлен как команда была вывлечена этот процесс насколько она была заряжена на поиск этих самых потерь и как команда раскрылась когда мы начали подводить итоги анализа и вырабатывать идеи более 60 различных идей было сформулировано в рамках мозгового штурма по итогам анализа и конечно это показ какой огромный потенциал заложены в людях в разработанном же паспорта проектов по улучшению и будет несколько то есть этап анализа порождает запуск нескольких проектов по улучшению такая металлургическая особенность что проект по анализа заканчивается многие начинают как бы это преобразование это как бы один проект но в некоторых случаях имеет смысл разделить эти проекты на несколько ну вот как бы разделить не в одном проекте все мероприятия реализовывать отделить их на отдельные подпроекты которые связаны между собой безусловно но все-таки они носят признаки самостоятельности в части цели задач методологии и команды ключевая мысль которая до вас хотел донести насколько огромный потенциал заложен в люди да как я уже в 60 идеи по улучшению рост производительности от 25 до 33 процентов ну в зависимости от потока экономический эффект порядка 50 миллионов рублей в год и вот это за счет того что была организована работа людей и это не моя заслуга хотел бы обратить внимание потому что идея который сформулирует команда это не мой труд это они анализировали я лишь организовал этот процесс помогал нам какой-то степень вот ну конечно тоже привнес несколько идей не скажу что я совсем был сторонним наблюдать обратил внимание что генерации новых идей тоже определенный навык и определенный талант вот если команда с которой работал производственников обратил внимание что тяжеловато ребятам некоторым до формулирует идеи даже в рамках мозгового штурма когда безопасные условия говорят давай любые идеи которые ты хотел бы сформулировать не бойся творим приветствуется количество идей не надо бояться сформулировать даже можем глупый по твоему мнению идея но я обращал внимание насколько производственник на это тяжело это просто ступор в глазах у людей пока я еще не нашел ключи который позволял бы людям вот этот потенциал свой творческий раскрывать надо этим заняться если у вас есть какие-то идеи которые позволяют раскрыть творческий потенциал людей до в моменте в моменте мозгового штурма поделитесь пожалуйста этими идеями в комментариях я конечно заканчиваю год на волне такого оптимизма потому что проект который сейчас веду закончился этап анализа выработаны организационно-технические мероприятия которые мы будем реализовывать командами вы станет понимая насколько еще большая тяжелая работа впереди предстоит почему потому что производство никогда не бывает так близко к дьяволу как момент формирования плана организационно-технических мероприятий по улучшению конечно мероприятий еще много они очень разные только через три с половиной месяца мы узнаем что нам действительно удалось достичь удастся ли выйти на целевые показатели проекта всегда немножко волнительно потому что пока мы заявили очень амбициозные цели и как пойдет очень интересно что же давайте вернемся посмотрим что у нас во всемирной паутине какие тут новости есть и статьи о чем можно порассуждать на одном из сайтов прочитал статью совершенно замечательно раз предложение на 17 миллионов рублей ведь опять-таки возвращаемся к идее работы с идеями сотрудников непростая задача смотрите почему непростая дать вам расскажу может кому-то это будет интересно часто мы предполагаем что работа с идеями сотрудника заключает то что мы вырабатываем механизм материального стимулирования на работ на продаж предложения без экономического эффекта тебе там 500 рублей а с экономическим эффектом 4 или там 10 процентов от экономического эффекта и все и сидим в засаде ждем значит сейчас мы на счет все давайте ребят надо идея ни в коем случае не отрицаем важность материального стимулирования хочу обратить внимание что есть компания где за рационализации предложения вознаграждение не платится и все равно от этого не меньше помните пожалуйста что когда мы говорим о работе с идеями сотрудник должен целый комплекс мероприятий помните о самом начале говорит о том как людям тяжело иногда в рамках поставленных задач искать эти идеи кстати у меня же есть видео посвящено там как увеличить количество качества день сейчас ссылка появится вот здесь вот в правом верхнем углу экрана да посмотрите видео огромнейший потенциал в идеях сотрудников вы сами можете прикинуть вот вашей компании насколько работа с идеями сотрудников поставлены я считаю что о том что идея работа с идеями сотрудник как-то поставлен может быть если у вас примерно 0 5 предложений подается от одного сотрудника в год то есть у вас тысяча и 500 предложений год подается вот то можно считать что у вас работа худо-бедо поставлены это не лучше не выдающийся результат но это может конечно работа ведется и действительно системой существует помните что лучшие компании дают 34 предложения от сотрудников вы писаетесь вас тысяч человек работает вас результаты которые человек работает выше особых на стороне езды не до как-то они не подать зарплату себя дальше конечно в вебинар от сотрудниками как-то в том числе как и в общем-то и в общем-то просто это очень много классный проявления и похожий у вас такой вопрос кстати а вот такой как разрабатывать тренеры зачем-то в этом llevar наиболее выделой для взгляд на инженера в что нас происходит с очень большая компания она в этом направлении вообще у нас есть план aye и это еще большеet на 30 лет даже если вы будете понимать вот сколько в этом направлении средствах нужно разрабатывать собственные учебно-методический материал очень важный аспект на своем примере могу сказать что когда ты работаешь со своим материалом ты абсолютно погружаешься в тему абсолютно ты уверен в каждом пункте которые в нем есть если же тебе программу привнесли или ты пытаешься использовать презентацию учебно-методический материал который кто-то разработал какой-то тренер так я схитрю там чтоб менее разорваться в презентацию я возьму готовую презентацию другого тренера и вот значит ее буду использовать ни черта вас не получится сразу хочу сказать все равно же даже если вы обопрётесь на чью-то презентацию на чьи ты идеи в той области которого обучаете у вас ничего не получится вам все равно же придется через себя пропустить этот материал переработать потому что даже визуальный ряд если он как-то не соответствует ожиданию он сразу очень сильно сбивает моей жизни было несколько раз когда ну я читал курсы или тренинги до по материалу которым мне давали на то есть не не сам я или я можно какую-то часть сделал потом она расширял за счет методистов которые разрабатывали учебные программы вот высших учебных заведений такой иногда бывает в различных программах не веришь это очень неудобно ты вот когда в свой материал что компом очень четко рассказывать как только втыкаешься в чужой материал все тут сразу же значит у тебя все сбивает да и конечно же нужно помнить о пирамиде обучения помните пирамиду обучения она посвящен того как люди запоминают информацию то считается что если человек послушал лекцию он запомнит максимум 10 20 процентов информации если он что-то увидит дабы демонстрация вот недаром мы сейчас активно используем учебном процессе слайды мы таким образом задействуем самый мощный канал получения информации человека а это зрительный нерв зритель не в 10 раз толще слухового и потом лекции конечно гораздо труднее заходит когда человек что ты видит какую-то иллюстрацию демонстрацию он запоминает примерно 30-40 про если человек своими руками что-то сделать он запомнит от 50 до 70 процентов поэтому очень здорово когда учебным модуль программу интегрирован различные игра техники различные практические упражнения если же вы хотите добиться вершины знаний в той области которую сейчас специализируете попробуйте начать обучать и считается что от 80 до 90 процентов навыка вы наберете если начать обучать по себе знаю потому что когда ты обучаешь ты видишь вот какие-то свои пробелы где нужно структурировать поэтому хотите в чём-то разобраться прям поставьте такую цель начать обучать вы поймете насколько вы глубоко продвинетесь той области в которую специализирует будет обережливо производстве какие-то специальные технические знания которые у вас есть которые проводятся производства другое естьorsами биоareскости treatment 1 when or с одного вопроса а то это очень больше не свой нужен инакцион Сапом инабы и незаменитетный динамак йоза tore just алтал к accident 10 процентов зависит все равно вопрос не purchases я делаю видео без понимает ну то есть это абсолютно приводский такой ход и он действительно подтверждает жизнь статья посвящена rp rp насколько помню это автоматизация рыбы или роботизация процессов ну самое насколько я помню для меня по крайней известная тема это связано с разноской платежек до кукол платежки идут их нужно платежи систематизировать разносить на те или иные статьи бюджет и там значит смотреть обоснованность состыковывать с договорами с актами счетами и вот такие рутинные операции где есть последовательность достаточно четко да мы можем роботизировать та область которая очень хороший эффект дает несмотря на то что я являюсь таким цифровым скептиком я объяснял почему да то есть я не отрицаю важность цифровизации но я всегда говорю что сначала нужно выстроить бизнес-процессы вне рамок цифрового пространства да а потом все это накладываю на цифру они наоборот когда мы пытаемся впихнуть цифровизации применение роботов цифровых роботов этих роботов который там сваривают что-то да а здесь имеется ввиду именно роботизация рутинных операций она дает очень хороший эффект конечно это очень здорово финал чемпионат по примене подходов инструментов пср пср это производства системы русатома очень часто проводят различные чемпионаты это очень хорошая практика единство нужно помнить что чемпионаты редко имеет такую прямого отношения к реальной деятельности не путайте пожалуйста чемпионаты в области развития производственных систем чемпионаты мира чем же разница разберемся в чемпионате мира участвовать элитные спортсмены до которые специально проходят для этого подготовку это первый тезис второе в чемпионате всегда очень ограниченное количество победителей ночи на три места да там золото бронус серебро золото серебро бронза все-таки когда мы говорим о вовлечении сотрудников в работу по внедрению каких-то инструментов развития производственных систем переживала производства все остальное нам важно что ли мы с тем не менее разница объединяем коррект body на 6 или 6 или 6 уровней трансмены какие-тоantes трансмены нужно помнить это у нас есть ботинки то есть но и с чемпионатами знают что у нас есть совет когда мы хотим часто создать и энергетический простой оборудование но в какой-то из двух верхних образов в нашем части мы еще мы хотим дела между основными аммируемые институты манер при этом в или иным образом еще там 100 человек или 100 различных команд делать различные зачеты там молодежный офис производства технологии не знаю там а если чемпионат корпоративный или тем более вон скиллз какой-то там готовится профессионалы то помните эти профессионалы как правило они не из любительской лиги да то есть они прямо затачиваются под чемпионат они не затачиваются под реальную жизнь они задачи на нем по чемпионат вот ну статья про про что-то в этом году я думаю что там все хорошо то есть первичный представить было очень большой чем массовый вы помните пожалуйста любые соревновательной практике применяйте вот принцип массовости прежде всего посмотрел но видео и она очень так классно название очень классно такой натик кликабельные ты хочешь его посмотреть звучит так мастерская с истинно бережливым подходом 5 с очень часто мы когда смотрим на бережливой компании какие-то вот визуальный ряд сам формируется именно за счет 5 с но помните пожалуйста 5 с это не единственный инструмент я видел компании где очень высокий уровень порядка 5 с но глубинного и истинного смысла бережливого производства там не очень много почему все-таки бережливого производства это не только 5 с вот так с виз nuclear ней и смы olhar и а больше но как бы не изучал несколько привычек именно вexIL не имеет направление о новости но и лидер за ли voulez кных рынку и качественные которые точки способны контрольным опытом времени но иначе после倒age это подобных директ breathe а потом допустим enorme прийти кого последнее идентификации дал что такое там чем бережлива культурка часть нет бережливый сложность явные могут возникнуть у меня есть на этот ответ если вы хотите узнать задайте вопрос я тоже по этой теме могу порассуждать 5s безусловным является важным элементом бережливой культуры важным но недостаточным тем и говорим мастерская с истинным бережливым подходом то возможным нужно показать не 5s нужно показывать людей потому что именно люди являются основным активом бережливого производства как как я определяю бережливый производства такое бережливый производств беже производства это определенный тип корпоративной культуры основанный на вовлечение сотрудников процесс поиска анализа и устранение потерь потоки создания ценности ведь в этого принято 5 и вообще как-то немножко странно что истинность бережливых подходов опять инструменты до инструменты не могут быть самодостаточной ну 5s всеобщая эксплуатационная система обучение на производстве быстрая переналадка канбаны помните потому что инструменты не могут отражать бережливую диалоги они являются признаками атрибутами бережливых технологий безусловно но никак не культуру согласитесь важный элемент еще по ни коем случае сказать что на данном предприятии что-то не так ну просто я это не видел пяти знать хочу хочу сказать очень часто вот такую такого рода видео снимает когда проекта 5s реализовали но уже помните что в 5 с самые главные цифры до 4 5 может даже 5 потому что когда мы разворачиваем проект по 5 с первые три мы можем сделать убрать все ненужное сортировка создать свои места все там разложить ложементы купить там ящики в этом все красиво сделать 3 с содержать чистоте исправности можно вести порядок все покрасить что все было аккуратно даже 4 стандартизации там систематизации создать вот мы тоже это можем сделать через бирки через закон тарион там через какие-то там описи или стандартов организации рабочее место а 5 совершенствуйте поддерживать вот здесь сложности возникает самое главное цифра 5s путь пожалуйста про 5 это самое главное вот и было здорово посмотреть такой фильм да скажем никогда проект по 5 завершился а вот там через год хотя год знаете тоже опасно я сейчас объясню почему год опасно потому что ну если там 5 а здесь это развернута хотя бы раз в год мероприятие опять повторяются если видео заснять именно в момент когда в игре воспроизводства было проект по 5с тоже не очень интересно вот интересно посмотреть конце смена в начале смены да когда живая жизнь пойдет и там уже что-то накопится какие-то отклонения интересно насколько это поддерживается поэтому помните что 5 это это самое 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 главное это инспекционный контроль и создание самоконтроля ну то есть это очень непростая задача не с точки зрения разведут 5s а поддержать ее ну целом отцы конечно видео очень классно посмотрел видео с одним из методологов 3s 3s это теория решения изобретательских задач генрих альтшуллер да придумал еще в советском союзе и у меня тоже отношение тысячи немножко меняется я проходил обучение по 3s неглубокая обзорная сразу хочу сказать что я небольшой специалист и общался очень активно с рядом экспертов по 3s ну у меня почему-то не зашло еще то что у меня не зашло это не значит что это плохо работает но я все-таки большей степени склоняясь определенному ну не скепсису а такому спокойно отношении 3s то есть вот эта попытка алгоритмизировать решение изобретательских задач она безусловно имеет право на существование но при этом вот дать какой индикатор месть почему 3s не взлетает вот когда слушать экспертов по 3s да они всем ссылаются на тоже на такую зачем на узость взглядов руководителей и специалистов компаниях на 3s что они вот активно не примет этим эти методы вот и ну возможно просто не хватает информации о успехах в области 3s да вот например обережливых компаниях мы знаем мы можем много информации найти про успехи предприятий хотя например в самом начале когда я же начинал 2005 году то есть очень скепсис был очень тоже разве что это не у нас это не пойдет это не работает ну и так далее так далее внутри с как там не знаю не зашел мне очень интересно пообщаться по поводу 3s напишите в комментариях что вы думаете про 3s как по вашим не насколько эта система работает как-то не очень понятно то есть я пообещу почему то есть почему если она не взлетела до несмотря на то что вот я точно знаю что на многих предпятиях тренинги по 3s проводится то есть нельзя сказать что эта тема не изведана не следована не описано или она каким-то образом скрывается то есть очень много тренингов я проходил два тренинга то есть человек который вообще даже не очень старался это сделать вопрос не тем интересному я хотел послушать немножко не зашла у меня вот интересно было послушать массу а массовости применения вот этого метода то есть если бы метод был действительно применим эффективен то я думаю что он достаточно быстро бы набрал тренинги поэтому она для меня совершенно непонятный то есть всем приходится доказывать что бережливое производство нужно на предприятии очень несмотря на то что национальный проект существует тысячи предприятий прошли через вот этот проект до лучшие свои показатели в разной степени сейчас не берусь утверждать что понятно что как в любом массовом явлении есть не очень хорошие правильность великолепность какие-то такие все серые какие-то предприятия которые ну непонятно там что произошло после этого проекта вот но тем ни менее доказал свою эффективность но почему то до сих пор приходится все это насчет до кому-то доказывать более 400 руководитель припятие повысили квалификацию рамках национального проекта в 2023 году да есть национальный проекте уже о нем говорил он называется национальный проект повышения производительности и в рамках этого национального проекта есть программы лидеры производительности я кстати являюсь одним из тренеров на этой программы одним из преподавателей который как раз там читает ряд лекций ряд практических занятий проводят со слушателями и конечно очень мощный инструмент обратите пожалуйста внимание в следующем году эта программа будет продолжаться да у меня будет несколько модулей у меня будет в апреле в июне в июле в августе я буду тоже там участвовать мне уже даже зарезервированы эти даты два дня будут мои мастер-классы в рамках вот этой программы лидера производительности национального проекта обратите внимание тоже присоединяйтесь мне кажется очень круто ну очень хорошего 2 от всех кто был на этой программе могу сказать что все очень очень сильно довольны и набором тариф там не только я тренирую там и другие тренеры активно работает я думаю что огромный потенциал этой программе есть для компаний участвуйте активно да статью прочитал достаточно интересную называется отклонение там от нормы как бриллиант и вот это не даром слова бриллиант она часто применяется в контексте системы менеджмента качества в чем заключается насколько я помню это павловский автобусный завод первый раз применил это слово бриллиант и суть заключается в том что если человек какой-то обнаружил брак да не важно свой или же который возник на предыдущих переделах и подсветил брак озвучил или перед передал бракованные сделали в зону карантина считается что он как бы нашел этот самый бриллиант до который позволит улучшить состояние дела области качества поэтому называется бриллиант то есть отклонение от нормы как бриллиант вопросы качества мне кажется очень интересные и я тоже себя позиционирую как специалист по качеству поскольку я даже работал директором по качеству какое-то время вы знаете одна из проблем когда в качестве что качество должно быть встроенным но многие с этим согласно вам даже в предыдущем видео посвященные серии поговорим это же об этом говорю качеством встроенным должна быть пока елка защита от непреднаверенной ошибки ну как это внедрять бывают явные сложности потому что я щас работы с различными предприятиями в том числе затрагивай вопросы качества и там дайте какую-то самых распространенной корректирующие мероприятия брак произошел самый распространен корректирующие мероприятия это что проведения корректирующие беседы да там или контрольные беседы беседы по качество по-разному называется очередной сотый раз до напомнить сотрудник что-то мне не получая брак не производи брак не передавай брак то есть уже люди сто раз это слышали прошу прощения муж так и слегка со скепсами сказал конечно безусловно нужно проводить беседы но вы смотрите на реакцию то у вас вообще брак от этого меняется нет не меняется но поэтому одним из ключевых аспектов если мы хотим действительно разобраться с качеством нужно про качественный анализ причин возникновении брака и когда мы говорил что ну при почему почему брак произошел ммкай минут человека человек там ошибся да конечно ошибся потому что у нас брак может происходить по двум причинам это человек ошибся 0 и техника не так работает поfter часть брака может вызвано не столько действий человека сколько неработоспособность самоборудования и даже не работоспособность оборудования можно на людей причем том 6 наладчики все операторы и с технологи да есть механики которые отвечают заработоспособность оборудования и конечно часть правду там есть что люди вот они поскольку основу любой производственной системы все проблемы можно взвалить на них но я отчасти понимаю почему так происходит потому что специалисты по качеству специалисту т.к. то заниматься техническим контролем они как бы идут по пути на меньшего сопротивления ну и традиция такая сложилась очень тяжело расследовать например вот идет изделие а там там задир предположим и царапина или трещина или еще чуть-чуть по размер не соблюден и как разобраться вот то есть если это вот почему так произошло это же очень большая работа требуется но именно если мы поймем причины возникновения брака не на уровне там человек ошибся да она вот технических систем проблем в области материалов их не с время подготовки все остальное это даст нам шанс улучшить качество поэтому прям проводите анализ качества в расследовании области качества только пожалуйста ради бога проводить это в контексте поддержки то что это значит что нельзя ни в коем случае людей за брак наказывать за исключением случаев когда человек сознательно нарушил качество и даже в таких случаях наказывать нужно постепенно что значит постепенно помни концепцию учить лечить мочить на сути заключает то что мы постепенно как бы включаем всю мощь нашего административного аппарата если человек первый раз что-то сделан неправильно мы не сразу его можем увольнять до делать это постепенно мощная непрерывность вот этого давления и конечно как в любой системе наказания потому что она иногда тоже нужно до при сознательном нарушении техники безопасности все остальное важен не суровость наказания важность неизбежность наказания я прошу вас поддержать канал лети про вы можете это сделать донатами до ссылка на сервис донатов будет под этим видео спасибо прочитал сейчас небольшой заголовок и там встречается слово каракури каракури это механизм который использует а естественно силы природы для банкета механических действий то есть гравитацию там наклоны и все такое и каракури тебя вот если вы наберете сейчас в интернете каракури там появятся какие прикольные устройства которые помогают что-то поднимать или пускать например очень прикольная штука которая была в моей практике это сам поднимающийся поддон да наверное назвать это можно то есть смысл в чем что такой механизм где есть амортизирующая основа и значит когда который рассчитано и на ней например лежат заготовки и по мере того как мы из вот этой вот этого поддона вот эти заготовки значит забираем у нас становится она легче и опорная часть да ну который лежат заготовки постепенно поднимается и таким образом как бы получается что оператору не надо наклоняться да вот когда он стоит и обратно так берет достаточно им удобно брать потому что заготовки находится высоко а есть это механизм не было он прислали бы наглоняться да и с наклона например поднимать эти заготовки вот вот это каракури да как который вы так используя естественно из природной силы ну гравитация данном случае вот она поднимает и чек как бы удобно вообще очень удивительные сооружение бывает наберите видео в каракури если вы используя на вашем производстве на поделитесь ссылкой расскажите там или может быть пришлете видео канцком канале куда-то интегрирую у меня есть хорошая новость мне пришла книга я скажу как буквами пиклиот brought to you уже сто разговаривать неделю в этом видео видео сейчас есть директор потому что он же хорошо вот не обучали книгу и все剑 и не будет тебе не нашли видео на каркетах и не были дамы в комментарии не можем его найти и не подвозь от Larry ungen в комментариях я уже забрали динамика для бизнеса я читал эту книгу еще в черновике книга с подарочной надписью и для меня конечно особую библиографическую ценность такие не представляет поэтому тоже рекомендую спиральная динамика вообще популярной темой сейчас все уже начали разговаривать тему там вы на каком-то на красном носить не на фиолетом на зеленом когда вы станете бирюзовыми вот и если вы хотите разобраться с этой темой вот рекомендую одна из книг который раскрывает за 1 за 1 тематику достаточно хорошо кстати вот интересная мысль возникает знаете какая те люди которые разбираются как в тематике вот этой спиральной динамики который сейчас очень очень популярны тоже достаточно активно использую начать беседы от бережливого предприятия то все таки вот на каком уровне эволюционного развития находится и многие говорят что бережливого предприятия скорее синий уровень культура правил 5s вот это значит стандартизация обучение на производстве точно вовремя just in time kanban значит ну вот это все вроде про культуру правил свою очередь конечно хочу сказать что синий уровень очень сильно представлен бережливых компаний еще повторить которые достигли такого очень высокого уровня эволюционного развития бережливых технологий но для меня все-таки опор безусловно на синий уровень на стандартизации на культуре правил бережливых компаний отличается очень высоким оранжевым уровнем да или культурой успеха почему потому что ну недаром же бережливых компаний говорят мы повысили производитель на 30 процентов например да мы снизили брак там в два раза ведь это все про термин успеха культура успеха отличается экстраординарностью достижения цели то есть этот сверх цели и конечно же бережливых компаний где вот эта культура уже сформировалась и так очень устоялась они безусловно находятся на зеленом уровне развития почему потому что это культура согласия да или культура смысла бережливые компании говорят наш ключевой актив это люди да это их вовлеченность в решение стратегических задач компании но это не синий уровень это не оранжевым это и на зеленый уровень прошу прощения запутанная у вас со всеми цветами в общем мое частное мнение что безусловно бережливая культура ориентирует компании именно на культуру смысла или культуру согласия на зеленый уровень опираясь безусловно на синий заголовок одной статьи как сделать участок эталонным действительно когда мы разворачиваем проект выберем производстве часто есть такой подход как мы с ним такой эталонный участок да как будто мы как пример для всех остальных будьте очень аккуратны почему потому что очень многие компании особенно в рамках национального проекта в рамках который как раз создается такой эталонный участок восприятие примерно так то сейчас мы с вами металлный участок да и это достаточно для того стать бережливыми а следующие участки они или запускается сгорают с гораздо меньшим рвением гораздо меньше технологичностью столь ген бежливо производства и почту эталонный участок или или пилотный участок да он пилотный то есть очень важно чтобы это тиражирует и я встречал такие компании к сожалению да когда приезжаешь на них вот тебе показывают участок или как-то проводит по такому знаете такому презентационному маршруту вот а ты там чуть сторону за заглядет заглядываешь там залгу куда-то и ты видишь что там ничего подобного нет эталонность пилотность это очень важный момент но важно чтобы это было стратегии повсеместного внедрения поэтому интересная статья особенности внедрения бережливого производства в авиаотрасли я часто с этим сталкиваюсь когда говорят вот у нас мы занимаемся строительством и у нас что-то в особенно и все значит там если у вас опыт работы например там строительстве или я работал нефтесервисы и в нефтедобычи пищевки производстве изделий массового потребления в разных отраслях совершенно или работал например даже меня был при этом работают с промышленным предприятием но оптимизационной задачи были офисные процессы на не совсем производственный процесс так вот и все время вот это возникает вот какая особенность есть там значит отраслевая или там значит сфера деятельности как-то определяет смотрите в чем как бы я как как отвечу безусловно есть какая-то особенность но она в деталях она скорее в технических решений которые команда находит при реализации стандартных инструментов 5s или обучение на производстве или just in time или встроенное качество или защита от дурака или управления безопасностью принципы они универсальны да как ноты но комбинации формируют как-то уникальность и если меня спросят в чем особенность развертывания березливого производства в той или иной отрасли я отвечу что там разницы нету я много раз отвечал что он уже сделал что произвел березливого производства каждый методолог да свой ответ нет универсального ответа я напомню как я поступаю во всякий случай то есть первый шаг это разработки стратегии березливого производства то есть когда мы ставим цели и задачи да когда мы формулируем такой средний долгосрочный план развертым березливого производства то есть мы четко понимаем каких участках и цели так далее то есть разработка стратегии дальше мы должны развеют и организовать работу команд неправильного совершенства линкоман третье мы должны развеют систему про и березливыми проектами создать систему работы с идеями сотрудников создать гибкую мотивацию ориентированно на решение задач березливого производства или развитие в целом должны работать работали на офиса обучить сотрудников инструментом березливого производства обеспечить информационную поддержку березливого производства и армии и вовлечь сотрудников и прежде лидеров работу по березлим производстве я называют обеспечить командную поддержку видеть вот 9 шагов они универсальны то есть это как 7 нот их кругом внедряет но вот именно например а в той или иной отрасли могут разные приоритеты когда мы разрабатываем стратегию первый шаг до по разу могут организованы команды длин команды ливен команды неправильного совершенства может какая-то особенность может быть в организации управления проектами кто-то использует скрам и джайл кто-то принц 2 кто-то пимой но различные стандарты у кого-то может вообще свайка как от уникальных корпоративной системы то же самое касается там обучение может что-то включать на при когда я обучаю обучает на управление проектами березливого производства теория ограничения 7 статистическое управление процессами ну там же могут другие темы добавляться системы это качество некоторых случаях я обучаю процессном управлению ну то есть 6 сигм и вот это вот эта комбинация того чему обучать она может конечно разные какие сами проекты которые реализуются немножко разные вот например любой проект березливого производства который я реализую у него канва заложено там все проекты идут по универсальной методологии то есть сначала идет определение проекта затем идет этап измерения сбора данных затем идет этап анализа данных затем мы что-то улучшаем и пятый этап это контроль результатов то есть любой проект не важно где там в стройке ты реализуешь или там в нефтедобыче у тебя всегда есть вот пять шагов любого проекта но вот само наполнение да она может быть разным потому что даже методы производства анализа они не всегда применяются в том том или ином случае для классические методы квартиры потока создания ценности не всегда проходит подходит для офисных процессов почему офисные процессы они более вариативные то что там как бы много разветвлений каких-то или например есть производство процесса с очень длительным циклом изготовления изделия да и ну например изделие изготавливать там 6 месяцев или там год например и вот чтобы создать карту потока своей ценности ну что мы год будем наблюдать что за этим и поэтому конечно есть методики которые адаптируются под реальные условия но сами методы внедрения бережливых производства они от отрасли никак не зависят поэтому особенностью не бережливых производства и отрасли ну возможно имеется ввиду какие-то реальные проекты которые могут реализованы что ж ну сегодня поговорил обо всем и про качество и по итоги года и про спиральную динамику и про 5s и про все остальное надеюсь вам формат нравится напишите обязательно в комментариях насколько вам формат вот этот поговорим вам заходит поставьте обязательно лайк сделайте репост напишите комментарии это очень важно для алгоритмов видео хостингов поддержите канал лети про своими донатами тогда буду понимать что я делаю что-то действительно ценное а на этом все спасибо вам большое с новым годом всем мира увидимся